МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новость недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Праздник отшумел. Вспоминаем самые яркие события Дня независимости. Российская Тула стала ближе к Гомелю. О перспективах сотрудничества белорусским журналистам рассказали во время пресс-тура. Дело молодое. О молодежной политике и роли БРСМ в ее реализации наше актуальное интервью. Смачно есть и Анна Ковалева готовила, заказывала, пробовала и угощала иностранных туристов блюдами белорусской кухни. Их боятся, избегают, но о том, кто они такие, знает даже школьники. Сотрудники налоговой службы сегодня отмечают профессиональный праздник. В ближайшие 26 минут – неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. На этой неделе в Беларуси отметили главный национальный праздник страны – День независимости. 3 июля 1944 года в ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» был освобожден Минск. День независимости – праздник, который мы свято чтим и уважаем. Ежегодно в разных уголках нашей страны он объединяет десятки тысяч людей. Традиционно главные мероприятия – торжественные шествия, митинги памяти, масштабные народные гуляния и, конечно же, акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. О том, как знаковую для нашей страны дату, отметили в Гомеле и области специальный репортаж. Ко дню независимости Республики Беларусь в Гомельской области была подготовлена по-особенному яркая, зрелищная и многоплановая культурно-массовая программа. Праздничные мероприятия проходили во всех уголках нашего региона. Причем в каждом из них стремились внести что-то особенное и неповторимое. Безусловно, самые массовые торжества 3 июля развернулись в областном центре. А теперь давайте вспомним о наиболее ярких событиях. Праздничные мероприятия начались с торжественного шествия. Его участниками стали около 25 тысяч человек. Впервые была задействована не только государственная символика, но и 22 герба Гомеля и всех райцентров. Появление новых социально значимых объектов государственным праздником в нашем регионе стало уже доброй традицией, где независимости действительно нужным и одновременно необычайно красивым подарком для гомельчан и гостей города стало открытие реконструированной набережной реки Сож. Что примечательно, пешеходная зона здесь выполнена в виде довольно внушительного по своим размерам национального белорусского узора. Этот участок протяженностью около полутора километров был построен в 70-х годах прошлого века. Со временем его бетонное покрытие оказалось сильно поврежденным. На реконструкцию было потрачено около 2 миллионов рублей. Работы выполнены за три месяца. Причем здесь трудилась целая армия строителей из Гомеля, Чечерска, Хойников, Речицы, Рогачева, Подокошелева, Мозыря и Жлобина. Мы не претендуем на оригинальность, но я хочу вам сказать, что вероятно наша вышиванка, вот эта старая набережная, она вся из белорусского орнамента состоит. Это самая большая вышиванка в республике Беларусь. Поэтому это тоже символично и тоже в наш государственный праздник такой красивый вклад. В Гомельском парке подарок ждал и самых маленьких жителей региона. Новый аттракцион под названием «Каруселька». Он рассчитан на детей в возрасте от 2 до 10 лет. Одно из самых ярких событий Дня независимости – праздник вышиванки. Кулянье развернулось у главного корпуса Медуниверситета и сопровождалось концертной и выставочной программой. На выставке разместились национальные костюмы, тканые изделия с элементами орнамента и полотенца. Для гостей праздника организовали мастер-классы от народных умельцев. 3 июля подарком для гомельчан стало выступление народного артиста Российской Федерации, любимого многими поколениями певца и композитора Олега Газманова. Он также присоединился к многочисленным поздравлениям. Сегодня для меня большое счастье и удовольствие поздравить вас с самым главным праздником. Тем более приятно, что все мои предки родились в Белоруссии. И я очень люблю приезжать сюда, люблю эту страну. А с гомелью у меня теперь еще родник то, что 9 мая здесь посадил свое дерево Победы, так что частичка моей души здесь. Поэтому счастья, удачи, с праздником, хорошего настроения! Все районы области ко Дню Независимости подготовили собственные программы. В хойниках торжества начались с митинга у памятника танкистам. Праздник продолжил парад тематических экспозиций «Вехи истории». Каждая автомашина символизирует отдельный период в истории страны. Октябрьская революция, гражданская война, трудовые и научные подвиги советских людей, Великое Отечественное. Далее в программе молодежные шествия и хореографическая композиция, посвященная 135-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Колоса. Тем временем массовые гуляния проходили в городском парке. Здесь развернулись тематические выставки, концертные и игровые площадки. Особой популярностью пользовались сельские подворья, где посетителям предложили юмористические представления и дегустацию блюд деревенской кухни. Все праздничные мероприятия в Гомеле и области завершались поздним вечером. Яркой финальной точкой Дня Независимости по доброй традиции стала акция «Споем гимн вместе» и последовавший за ней праздничный салют. На площадке у Ледового дворца собрались руководители области и города, военнослужащие, активисты общественных организаций, горожане и гости областного центра. День Независимости объединил всех, кто ценит славную историю своей родины и верит в ее будущее. Этот праздник – воплощение героизма, стойкости, мужества и величия духа нашего народа. Славься земли нашей силы и величия духа, славься, каков родинский союз, наша любимая пасть и родима, вечер, оживи и величия духа. После массового исполнения государственного гимна «Небо над Гомелем» раскрасили праздничные фейерверки. Дмитрий Котов, Светлана Князева, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. На этой неделе в «Гомеле» состоялась 32-я отчетно-выборная конференция областной организации БРСМ. В формате открытого диалога делегаты со всего региона обсудили проблемные вопросы молодого поколения, успехи и планы на ближайшие несколько лет. Результаты таковы. За последние три года трудоустроено около 54 тысяч молодых людей. Это на 15 тысяч больше предыдущей трехлетки. Студотрядовское движение «Гомельщины» среди лучших в стране. Волонтерская деятельность также на лидирующих позициях. И, конечно, последние три года не обошлись без побед в конкурсе «100 идей для Беларуси». Сегодня БРСМ в Гомельской области объединяет почти 90 тысяч человек. И их число постоянно растет. Кроме подведения итогов и определения планов, на конференции состоялось избрание актива Гомельского областного комитета БРСМ. Первым секретарем избран Игорь Завалей. Вторым – Юлия Липовская. Конечно, волнительно, да, потому что вроде как бы три года за спиной, но еще три года впереди. Есть о чем сказать и, наверное, есть что предложить на эти будущие три года. Как недавно озвучил глава государства на форуме России и Беларуси о том, что Беларусь должна стать IT-страной. Мы сейчас будем уделять этому внимание. И не только поиску молодых людей, которые занимаются IT-проектами, а в принципе продвижению этого направления среди молодежи, популяризации его. Одним из значимых масштабных наших проектов был, есть, я думаю, будет в следующем периоде работы наша акция благотворительная «Все краски жизни для тебя», благотворительный марафон, который реализуется во всех районах. И в этом году мы, конечно же, в будущем периоде сконцентрируем все силы, чтобы этот марафон состоялся, прошел абсолютно в каждом районе нашей области. В этот день также избрали делегатов от региона на 43-й республиканский съезд Союза молодежи и обсудили инициативы, которые делегация повезет в Минск. Одна из них коснется возрастной категории членов БРСМ. Представители области предложили увеличить ее до 35 лет. С рабочим визитом Гомельщину посетил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков. Он принял участие в работе областной отчетно-выборной конференции Союза молодежи и провел прием граждан по личным вопросам. Государственная молодежная политика и будущее главной молодежной организации страны в актуальном интервью нашей программе. Гомельщина для вас регион особый. Все потому, что родной, здесь долгое время жили и работали. Уверен за Гомельской областью. По-прежнему особый контроль, такой отцовский. По каким направлениям гомельчане в лидерах, а где все еще не дорабатывают в построении государственной молодежной политики? Ну, знаете, я скажу так, что конкуренция на поле молодежной политики очень высокая. И мне очень бы хотелось, чтобы гомельчане всегда занимали достойное место. И по большому счету это так и получается. Ну, к примеру, в сфере занятости молодежи и студенческих отрядов сегодня гомельчане одни из лидеров, а по трудоустройству молодежи это лидеры. Конечно, мне это приятно. Мне приятно, что задачи, которые сегодня ставятся на уровне областной организации Союза молодежи, они поддерживаются в органах исполнительной власти. То есть сегодня вопросы важные, занятости, профориентации, они занимают ведущее место на гомельчане. Мне очень приятно, что Союз молодежи сегодня объединяет большое количество, порядка 80 тысяч молодых девчонок и ребят. И гомельчана в этом занимают лидирующие позиции. И все-таки, Андрей Эдуардович, если говорить о проблемах, о них нужно говорить для того, чтобы развиваться, болевые точки сегодня нащупаны? По моему мнению, в организации есть четкое понимание, что нужно делать. Прежде всего, конечно, мы работаем над тем, чтобы каждый молодой человек нашел для себя что-то в БРСМ, даже не являясь членом организации. Очень важно ребят увлечь, очень важно дать возможность для реализации. И проекты, которые сегодня реализуют Союз молодежи, позволяют это сделать. Поэтому, конечно, болевые точки есть. Нам бы очень хотелось, чтобы молодежь более активно занималась спортом, уделяла внимание здоровому образу жизни. Чтобы молодежь сегодня стремилась к тому, чтобы принести пользу своему государству. Чтобы молодежь как можно меньше думала о возможном переезде. К сожалению, есть и такая проблема. Проблемы трудоустройства, проблемы в том числе материального благополучия, заработной платы. То есть это те проблемы, которые сегодня волнуют многих молодых людей. Здесь есть все, чтобы решать эти проблемы. Вот это самое важное. Еще один инфоповод для разговора. Не так давно в Москве прошел форум регионов. В очередной раз в России заговорили о создании единой молодежной организации. Насколько может быть полезен опыт Беларуси по построению вот такой структуры? Как считаете? Знаете, мы и Российская Федерация, и Республика Беларусь, и некоторые другие страны, ведь используем до сих пор очень хороший опыт советский. Комсомола. И мы говорим о том, что не нужно этого стесняться. Ведь комсомол – это движение, которому в следующем году исполняется сто лет. Просто где-то эти традиции сохранили и возразили? Вот в Беларуси как раз эти традиции сохранили. В России провозгласили национальную идею – патриотизм. А как реализовывать эту идею, если несколько тысяч организаций? Но есть Союз молодежи, есть Республика Беларусь, которая в данном случае является, знаете, по-хорошему, так, площадкой инновационных вот этих всех форм. И глядя на то, как сегодня развивается молодежная политика, мы абсолютно делимся своим опытом и показываем, мы хорошо взаимодействуем с различными организациями. И я уверен, что это взяли на вооружение. И все-таки, возвращаясь к форуму регионов, который прошел в Москве, многие до сих пор обсуждают озвученную вами инициативу во время форума регионов об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Признайтесь честно, верите, что эта идея все-таки получит воплощение в жизни? Мне бы очень хотелось, чтобы это было реализовано. Это предложение, оно, как говорится, от земли. Мы с вами, приезжая в Российскую Федерацию, иногда платим за роуминг огромные деньги. Таких людей десятки тысяч. Если люди от этого выиграют, я считаю, что это будет уже очень и очень правильно. Мы, по крайней мере, будем знать, кого благодарить, а все же время... Нет, спасибо, но это идея молодежи. Я лишь озвучил ее, ту идею, которую сегодня принесла молодежь и просто попросила, давайте вот скажите об этом, потому что мы хотим дружить без вот этих барьеров. Спасибо за это интервью и до новых встреч в Гомеле. Спасибо вам. Оружие, пряники и самовары. Три исторических бренда города Тулы. Но помимо них в этом российском регионе есть еще немало интересного. На этой неделе в Туле состоялся пресс-тур для российских и белорусских журналистов, где рассказали в том числе и о перспективах межрегионального сотрудничества. Есть новости, которые напрямую касаются Гомеля. Коротко об этом, а также других важных событиях уходящей недели. В 2016 году товарооборот Гомельской и Тульской областей составил около 30 миллионов долларов. Есть предпосылки, что в этом году этот показатель будет более значительным. Свою продукцию в российский регион поставляют БМЗ, Гомельский химический завод, завод литья и нормалий, Гомельский домостроительный комбинат. Сегодня по уровню экономического развития Тульская область одна из лучших в России именно благодаря применению высоких технологий. Это основа для активизации межрегиональных и межгосударственных связей. Кстати, открытое акционерное общество станка Гомель и российский Туламашзавод уже приступили к реализации совместного проекта в станкостроении. Результатом этой работы станет создание двух фрезерных обрабатывающих центров – вертикального и горизонтального. Опытные образцы продукции планируется выпустить уже к концу текущего года. На ее серийное производство будет налажено в 2019 году. По оценке гендиректора турского предприятия Евгения Дронова объем предполагаемых продаж исчисляется несколькими сотнями миллионов российских рублей. В Гомельском районе прошел семинар-тренинг «Школа выживания в инвалидной коляске». Его участниками стали молодые инвалиды-колясочники. В будущем они планируют работать в отделениях больниц, где находятся пациенты со спинальными травмами, и оказывать им психологическую поддержку. Необходимым навыкам молодых людей обучили на семинаре. Его организаторы уверены, что самый эффективный способ передачи знаний и равный обучает равного. Мозырский центр циркового искусства «Арена» завоевал гран-при фестиваля циркового искусства «Циркуба-2017». Победу принес номер «Канатоходцы». В нем принимали участие пять воспитанников арены. Они ходили по натянутому канату с завязанными глазами и при этом держали на плечах и голове партнерш, а также ездили по проволоке на роликах и моноцикле. Помимо гран-при, мозырские артисты удостоены премии зрительских симпатий. В день независимости на Гомельщине стартовали дни белорусской кухни. Они продолжатся до 12 июля. В это время кафе и рестораны региона предлагают блюда, приготовленные в лучших традициях кулинарной Беларуси. При этом аппетитные не только лакомства, но и цены. Они фиксированы для всех заведений, участвующих в акции. Подробности вкусной темы у Анны Ковалевой. Кафе и ресторанам Гомельщины кормить иностранцев не в новинку. Если не принимать в счет близлежащие страны, рейтинг туристов, приезжающих в Беларусь, возглавляют итальянцы. Сюда едут, чтобы узнать о чернобыльском прошлом и возрожденном настоящем региона. Посмотреть, как делают наши комбайны, и, конечно же, попробовать белорусскую культуру на вкус. Казалось бы, чем обычные драники могут удивить таких гурманов, как итальянцы. Но согласитесь, ехать за 2500 километров, чтобы поесть пиццу или гамбургер, неоправданно. В Беларуси нужно есть белорусское. Самое любимое блюдо из всех, которое я уже пробовал в Беларуси, это драники. Они мне нравятся во всех вариациях. Я бы с собой в Италию с удовольствием увез рецепт. При этом я не останавливаюсь только на драниках, а пробую различные блюда, еще не нашел того, которое бы оставило меня равнодушным. По словам самих иностранцев, для них блюдо из главного белорусского овоща – это действительно экзотика. При этом пробовать ее на вкус для зарубежных гостей очень выгодно. На самом деле, по сравнению с Италией, здесь очень низкие цены. Здесь можно вкусно, плотно поесть, и при этом цена будет умеренная. Поэтому нам нравится посещать здесь разные заведения. Паулу в Беларуси не впервые, говорит, во время первой поездки удивили национальные традиции. Они-то и заставили вернуться. На этот раз уже с другом Марка. Ехали, чтобы увидеть, как празднуют День независимости и Купалье. Особый пункт в программе – посещение мест, где готовят белорусские блюда. Так вышло, что их поездка совпала с днями белорусской кухни. Они начались в регионе 3 июля и продлятся до 12-го. В это время посетителям предлагают отдельное меню. Некоторые блюда придуманы несколько столетий назад. Вне белорусской кухни вспоминают не только деревенские кушания, но и деликатесы, которыми лакомились люди княжеского рода. Сложно ли готовить по рецептам, придуманным 4, а то и больше веков назад? Мы решили проверить на себе. Сегодня мы будем с вами готовить блюда, которое готовили много столетий назад. Салат называется «Горда». Это такой первый опыт. Есть у меня, конечно, желание, такая идея, чтобы мы постарались на основе опыта выбрать и выработать какое-то блюдо, которое мы смогли бы распространить как опыт на все наши заведения, фирменные, именно представляющие Гомельскую область. Вообще в некоторых заведениях региона национальные блюда подают круглый год. Эта же акция приобщает к кулинарным традициям и другие кафе и рестораны. Для всех, кто присоединился, одинаковое меню и утвержденные цены. Всего в перечне 7 блюд. К примеру, салат «Горда» стоит 3 рубля 30 копеек, холодник по-гомельски 1 рубль, печисто с грибной подливкой 4 рубля 90 копеек. Самое же дорогое блюдо «Карп» по-белорусски в топленом масле с овощами обойдется в 7 рублей 30 копеек. Александр Васильевич, расскажите, как все-таки пришла в голову идея провести в Гомельской области такие, скажем так, вкусные дни? Ну, идея не новая. Замечательная команда моих сотрудников предложили приурочить проведение вот такой акции к Дню независимости и дать возможность нашим гомельчанам попробовать различные блюда, которые традиционно у нас готовятся. К слову, в Минске такой кулинарный флешмоб среди кафе и ресторанам начали проводить 4 года назад. В первом участвовало 10 заведений, сейчас почти все. В нашем регионе к первой акции присоединились 24. В Гомеле, Мозоре, Каленковичах, Светлогорске, Жлобине, Рогачеве и Речице. В каждом отдельном районе предлагают блюда, присущие конкретной местности. Готовят также из местных продуктов. Ежедневно в каждом из заведений по белорусскому меню заказы делают в среднем 30 человек. Юля, я и так у нас готов обед из двух блюд. Скажите, в каком веке белорусы питались именно так? Ну, где-то 3-4 века назад. Ничего сложного нет в блюдах. Все просто и легко готовится. Всем приятного аппетита! К слову, итальянские гости Марку и Паулу во время нашего общения постоянно фотографировали и что-то писали в дневнике. На вопрос, зачем, признались, что Беларусь вдохновила их настолько, что они решили у себя на родине издать фотокнигу, посвященную маленькой стране в центре Европы, ее традициям, историей и вкусом. Захуи, вильни, смачно! Анна Ковалева, Павел Антонов, телерадио компания «Гомель», новости недели. А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. Каждый год с наступлением самых длинных летних дней в Беларуси празднуют Купалье. Гулиане объединяют древние обряды и ритуалы, театрализованные концертные программы и народные забавы. В «Гомеле» по доброй традиции праздник Купалье провели сразу на трех площадках. Они были окружены орелом таинственности и безудержного веселья. В ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На этой неделе в «Гомеле» выступил известный российский поэт-сатирик Владимир Вишневский. Широкую известность он получил благодаря работам в оригинальном жанре лирических и юмористических одностейшей, а также своим ироническим стихам. Творческая встреча с Владимиром Вишневским проходила в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. На протяжении всего вечера с лиц зрителей нисходила улыбка. Творчество Владимира Вишневского самобытное и неординарное, а сам он один из самых цитируемых российских поэтов. Его литературная карьера началась более 35 лет назад. Сегодня он широко известен как автор 18 книг, обладатель ряда престижных литературных премий, актер кино и ведущий телевизионных программ. Однако наибольшую популярность Владимиру Вишневского принесли остроумные юмористические одностишие, которые определили его основной поэтический жанр. А тем временем по-особенному весело и зрелищно в «Гомеле» отметили народный праздник Купальи. В областном центре гуляния развернулись сразу на трех площадках. Организаторы подготовили интересную программу с народными обрядами и современными развлечениями. Традиционные плетения венков, поиск цветущего папоротника, массовые хороводы, а также забавные игры и конкурсы для детей и взрослых, концертные выступления творческих коллективов и зрелищные тематические представления. Безопасность детей превыше всего, особенно в период длинных летних каникул, когда ребятишки так и норовят почувствовать себя более взрослыми и самостоятельными. В картинной галерее Гаврила Ващенко на этой неделе открылась выставка, призванная еще раз напомнить подрастающему поколению о правилах электробезопасности. Проект проводится совместно учреждением культуры, управлением образования облсполкома и филиалом «Энергонадзор РОП Гомеленерго». Выставка «Электробезопасность глазами детей» — это 30 тематических рисунков, которые демонстрируют, что отсутствие должного контроля со стороны взрослых и игнорирование детьми запрещающих и предупреждающих знаков порой приводит к трагическим последствиям. К тому же юные посетители выставки в картинной галерее Гаврила Ващенко могут увидеть интересные мультфильмы, рассказывающие об опасности поражения электрическим током. А в Гомельском городском молодежном театре на этой неделе состоялась премьера спектакля «Метод». На сцене развернулся психологический триллер, в котором четыре персонажа с разными характерами подвергаются жестоким манипуляциям с человеческим сознанием. Спектакль «Метод» рассказывает, на что готов пойти человек ради успешной карьеры и какие нравственные границы он при этом способен переступить. Декорации постановки довольно сдержаны, здесь также нет спецэффектов, вокальных и хореографических номеров. Все внимание зрителей сосредоточено исключительно на актерской игре. Следующая неделя обещают быть не менее интересной. В Гомельском городском молодежном театре будет показана веселая сказка «Вверх тормашками», повествующая о проказах непослушных внучат. В свою очередь на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля все желающие смогут научиться азам ремесленного мастерства, создавать своими руками оригинальные сувениры из глины. А тем временем в выставочном зале Мозырьского объединенного краеведческого музея на следующей неделе откроется интерактивная выставка, рассказывающая об истории иллюзионного искусства. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Работники налоговых органов сегодня отмечают свой профессиональный праздник. По традиции это второе воскресенье июля. Этот день в календаре белорусских праздников появился по указу президента в марте 1998 года. А непосредственно государственная налоговая служба в стране была создана 27 лет назад. В 2001 году она преобразовалась в Министерство по налогам и сборам. В структуру министерства входит более 150 инспекций. 25 из них расположены в Гомельской области. В них трудится порядка 800 человек. Кстати, именно благодаря их работе в последние годы в налоговую систему внедряются высокие технологии. Взаимодействие с плательщиками переходит на качественно новый уровень. Это касается и электронного декларирования, и появления личного кабинета пользователя. Не выходя из дома, любой человек может не только отправить в налоговую инспекцию необходимые документы, но и получить ответы на вопросы по законодательным нюансам. К слову, на этой неделе в налоговой инспекции Жлобина вслед за Минском открылся первый в нашем регионе центр обслуживания плательщиков. Он оснащен оборудованием, позволяющим использовать современный и эффективный принцип электронной очереди. Все это помогает плательщикам удобно и в правильные сроки выполнить свои налоговые обязательства. А это, в свою очередь, дает возможность поддерживать на достойном уровне приоритетные социальные сферы – медицину и образование. Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова